Привет, друзья! С вами снова Международный гроссмейстер Роман Овечкин. Пока все шахматисты мира следили за турниром контингентов в Челябинске проходило первенство Уральского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. Как вы догадываетесь, я играл среди мужчин. Одну партию с Сергеем Цивицким я уже выкладывал. Но в последнем туре меня постигла неудача в партии. С моим другом я проиграл белыми Международному гроссмейстеру Сергею Искусных. И эту партию вам показывать не буду, а покажу, как в последнем туре мне удалось черными обыграть молодого и очень перспективного шахматиста из Екатеринбурга Тимура Фахрунбинова. Обыграть черными по заказу, что позволило мне занять третье место и выйти в финал чемпионата со стороны. Тимур играет только Е4. Таких людей мой друг Сергей Викторович Вокарев уже лет как 15 называет однорукими бандитами. Но к ним легко подготовиться. Так, стрелочки вот эти я не рисовал опять же. Обещаю вам разобраться и сделать так, чтобы они не появлялись. Значит, конечно, основной ход у меня Ц7-Ц6. Но в этой партии было принято решение играть на победу. Тимур играет на Ц5 в основном Конь Ф3. В 90% случаев он ходит именно так. Здесь он ходит Д4. И здесь ходит Конь Ц3. То есть, готовиться к Тимуру было достаточно легко и просто. Если бы он чуточку варьировал дебюты или хотя бы дебютные варианты, мои задачи были бы на порядок сложнее. А здесь было принято решение сыграть вариант Дракона. Причем не сам. Вот позиция из варианта Дракона основная. Она как бы вполне прогнозировалась. И здесь ход памяти безвременно ушедшего Дмитрия Чупрова ход А7-А6. Идея черных в том, что они не торопятся с короткой рокировкой, а сначала пытаются завоевать пространство на ферзьевом фланге. Конечно, ход ферзь Д2 самый естественный. И вот теперь такой ход как Б7-Б5. Вообще, Баду Джабау в нескольких партиях играл А7-Аш5 в этой позиции. Тоже ход достаточно интересный и не так просто его опровергнуть. Вот. Есть ход Коль БД7. Ну, сейчас понятно, что КНЯ на С6 уже, как вот делают в обычном драконе, развивать глупо. Потому что в этом случае ход А7-А6 должен оказаться важнейшего. Черные затягивают с короткой рокировкой, пользуясь тем, что атаковать короля на королевском фланге пока что белые не в силах. Здесь надо считаться с огромным количеством возможностей. Конечно, это и длинная рокировка, ход последовавших партий, и предварительная слона А6, и Ж4. И даже такой ход, который показывает, что белые сами претендуют поиграть на ферзевом фланге ход А2-А4, выглядит очень опасным. Но для последнего тура, и с учетом того, что эту схему я ни разу не применял, в общем-то риск выглядел вполне обоснованным. И мой противник сделал самый естественный ход, длинная рокировка. После слона Б7 снова перед белыми стоят вот такие проблемы. С чего начинать игру? Понятно, что черный король в центре застрял ненавечно. Рано или поздно они рокируют, но у них есть в данной позиции следующие ходы. Вот ближайшие. Так, 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 только не слон целуюсь. Что я назвал? Я не слон так. Должен был нажать есть ход конь Д7 потом ладья С8 все время надо считаться с ходом Б4 также этот конь может либо через Е5 либо через Б6 отправиться на важное поле С4 еще один конь готов его поддержать в борьбе за пункт С4 в каких-то случаях черным полезно сыграть H7 H5 ну в каких допустим если белые сыграют G4 то вполне логично выглядит H5 G5 коль D7 и черные могут смело рокировать короткую сторону не опасаясь вскрытия линий H и G то что в классическом варианте дракона считается для них самым опасным не хочу сказать что здесь черные решают все проблемы сразу но игра становится не совсем той которую ожидают встретившись с вариантом дракона увидеть белые мой противник сыграл H4 и на мой взгляд этот ход очень подозрительный потому что после H5 игра белых застопорилась чернопольных слонов ходом H6 они применять не могут и очень трудно вообще предложить маломальский разумный план G4 при короле на Е8 конечно не работает последует HG и у белых развалится центр ход KB3 мне не очень нравится но идея в нем есть то есть белые котят где-то при случае сыграть может приходит и 5 и отправить потом лошадь на A5 нападая на слона B7 черные гнут свою линию то есть у них игра очень простая хотя назвать игру в таком варианте очень простой это конечно очень оптимистично значит ладья C8 вот шаблонный ход Стокфиш настаивает на том что черным пора делает рокировку и считает позицию совершенно равной также есть очень логичное продолжение конь Е5 дело в том что ладья C8 может пригодиться на своем месте это важно на случай если белые как в партии затеют игру со 2 А4 то есть черные могут в этом случае просто оставить пешку B5 под боем белые ее выиграют а черная ладья уже давит по линии А на помощь к ней может подключиться ферс и в общем за пешку будет шикарнейшая компенсация после ладья C8 правда белым надо все время считаться с ударом на C3 то есть ферс не может далеко уйти с поля D2 потому что может последовать взятие на C3 заброс коня на A4 и дальше по известным образцам атака на короля ну какие известные образцы на тему жертвы качества на C3 ну в первую очередь партия Сергея Максисяна очень сильного гроссмейстра против Гарри Кимовича Каспарова еще более сильного гроссмейстра вспоминается значит если теперь белые сыграют как-нибудь типа А3 то у черных все готово теперь вообще хода конь D5 нету там на C2 на всякий случай напали ну и конечно просто конь D5 ЕД конь F6 и падает пешка D5 то ну вот в этой позиции конечно если у кого-то и может быть перевес то только у черных уже от аркировки защиты нет ну и потом конь B6 пойдет либо на C4 либо вообще на А4 конь C6 тоже может в любой момент подключиться к игре и даже с идеей ракировка ладья F8 D6 D5 белым надо считаться то есть у черных здесь уже полнейший порядок Тимур проявил принципиальность то есть после хода ладья C8 ход A2 A4 выигрывает я конечно видел здесь сильнейшее продолжение БА полюбил A4 F7 и у черных ну полнейший порядок сейчас я не рокирую игра по линиям C B возможность движения пешки A все это говорит пешка C2 кстати подвисает ферзь не может далеко от нее уйти в общем все эти факторы говорят о том что у черных великолепная позиция и на нее стоило пойти почему я отказался ну сложный вопрос на самом деле мне не нравилось что конь может на А5 где-то прыгнуть хотя ну прыгнет и прыгнет пусть даже на бассейне сидит ничего страшного в этом нет в общем начали мерещиться какие-то глюки ход B4 конечно хуже черным надо вскрывать линии добираться до белого короля они вместо этого их забирают эта игра очень нелогичная и вот на этом турнире я за подобные действия несколько журил свою ученицу Яну Луису которая тоже в одной из партий вместо того чтобы открыть линии для атаки на короля она взяла и умело их закрыла ну почти так же умело как я но меня тут оправдывает то обстоятельство что у белых другой игры кроме хода C3 нет но мой противник вместо сильнейшего хода C3 с полноправной игрой у белых на слон C6 уже слон B5 и эта позиция в общем в ней не так просто черным найти какой-то маломальский разумный план D5 не проводится линию B белая заблокировали по линии C на ней тоже работает белая ладья в общем не так просто придумать какую-то здравую идею позволяющую претендовать на перехват инициативы конечно сильно хуже черные и здесь не стоят но в общем если не пойти слон C6 то вот эта позиция тоже выглядит что у белых здесь полный порядок в общем бороться за победу становится чуточку сложнее особенно с учетом того что могли взять БА выгодной для себя редакции вот мой противник промедлил сыграл слон B5 и сейчас конь уже на E5 хочет пойти железо настаивает на том что надо срочно менять слон C7 чтобы не получить мат на B2 но в этой позиции конечно у черных никаких проблем нету все время угрожает D6 D5 сейчас ладья FD8 и D5 ближайшие планы черных ужасно смотрится конь на A2 он совершенно не участвует в игре и подключить его не так-то просто потому что вот уже у черных все готово для контрудара по центру белая немножко промедлили поэтому принципиальнейшее решение ход C3 если сейчас черные были бы вынуждены взять на C3 то после конь бьет C3 возникает позиция из одного из вариантов которые мы рассмотрели что-то ранее то есть пробиваться черным тяжело они практически вынуждены жертвовать на B4 пешку ну если взять сразу на B4 то после АБ конь бьет B4 конь C4 очень неприятный ход черные получают преимущество двух флонов ход D4 вполне естественно конь C6 когда я так играл мне казалось что белым надо уйти слон E3 и теперь после конь B4 я все время угрожаю ходом D5 значит у черных прекрасная игра также надо белым считаться со всевозможными ударами на C3 на E4 то хотят этого черные или нет даже не так важно считаться с этими ударами все равно приходится то есть у черных снова полноправная игра ходом ход CB тоже компьютер показал я сильно в эти позиции даже не пытался вникнуть мне казалось что здесь слон G7 должен проявить себя то есть показать всю свою мощь пункт B5 белые схватить не могут проходные пешки на ферзиевом фланге при короле на B1 это не проходные это смех и вот в этой позиции конечно на победу играют только черные хотя у белых лишняя пешка мой противник выиграл ее иначе и снова не угадал очень сильный ход коня 7 последовал хотя вот в этой позиции тоже у черных все прекрасно но мне не понравилась возможность ферзь А5 хотя вот железо выводит ферзя на А7 готовы его спрятать на B8 лишь бы уклониться от размены ферзей и настаивает на том что у черных все великолепно партия могла кстати я сделал ход более сильный конь А7 потом правильный ход ферзь которые готовы играть какое-то время просто без фигуры при этом белые могут взять на C6 там ясно что это страшно потому что ладья А8 грозит могут конь А6 сыграть конь Д5 огромная масса продолжений но оценить что вот это совершенно безнадежная для них позиция как оценивает железный дровосек в общем-то я не смог то есть мне не хватило наглости для того пойти вот на эту позицию а железо дает какой-то огромный плюс типа там плюс 4 в пользу черных или плюс 5 хотя конечно этот удар я видел ладья Б8 потеря времени хотя тоже чисто по-человечески хочется ладью поставить напротив белого короля белый грамотно укрепили и сейчас последовал ужаснейший ход изначально я хотел пойти Керс С7 пользуясь тем что бить на Б7 точно нельзя после Керс Б7 по линии Б к белым приближается мат но я не заметил здесь такого страшного удара Д5 бить конем нельзя и заслон бьет Д5 и падает на Б3 что для белых в общем-то смертельно да то есть угрожает Керс С5 или Керс Б7 с дальнейшим ладья А3 и Керс Б3 мат то есть слон Ф6 конечно во всей красе причем не исключено что еще и ладью Б3 не обязаны черного убирать вот а взятие пешки приводит к тому что слон Б7 с решающим эффектом входит в игру то есть он на Ф5 грозил выпрыгнуть и теперь после Короля А3 Конь Б5 черное просто ставят мат ладья А8 шаг удовлетворительной защиты нет это конечно было бы реально шедевром и возможно лучшей моей партии в турнире если бы я обнаружил вот здесь возможность пойти Д5 а так последовал ужаснейший ход слона А8 говорящий о том что форму мне набирать и набирать ну Коруановскую никогда в жизни не набрать так же как и Корятинскую но тем не менее в общем можно пытаться мою игру улучшать я буду пытаться это делать Король А2 слон С6 очень хочется ударить на А4 но здесь уже Цветнов наступил об этом говорит план к записи пока времени достаточно я записываю партию полной Натасы как только времени становится мало я начинаю записывать Д5 понятно что у моего противника Цветнов поступил раньше но вот здесь я его догнал по времени и начал обгонять ход слон С6 снова ужасный если бы белые подняли такой естественный защитный ход как Король А3 но естественный он не для всех а для железа в первую очередь и для тех защитников которые изучали творчество Петросяна особенно великолепную партию Каспаров Петросян но она есть в третьем томе моих великих предшественников после Короля А3 Железный Друг говорит что лучшим для черных является сыграть слон Б7 ну сами догадываетесь что это было бы краком вообще всей стратегии черных вот и видимо ходом Короля А3 белые ставили колоссальные проблемы вот а здесь я грамотно оценил что после слона Б5 ладья бьет Б5 АБ вот эта позиция она у черных совершенно выигранная хотя ну вот угрожает ферз ладья А1 шаг потом ладья А2 шаг загоняем ладью на А2 и только потом прыгаем ферзем на А2 и от этого нет удовлетворительной защиты белая ладья А1 не успевает войти в игру вот это я оценил правильно но мой противник тоже видимо это заметил и вот эту позицию железо оценивает как равную но это с точки зрения машины которая ничего не боится которая считает варианты без устали эта позиция равная на деле чисто по-человечески у белых эта позиция очень тяжелая дело в том что слону Ф6 сложно что-либо противопоставить пешка А4 нуждается в защите пешка Ж2 тоже даже если снять все ладьи с доски у белых будут огромные проблемы пешки никуда не идут черные успеют забрать на Ж2 на А4 и построить батарею по диагонали Ж1 А7 задерживая белые пешки после чего пешка А отправится в перзи при этом черные будут засчитать движение пешки А в перзи с угрозами белому королю в общем играть бы белым такую позицию я бы не хотел и никому бы не посоветовал на нее значит на Б3 висит мат поэтому белый вроде слон Б5 грамотный ход ой слон С4 вот но сейчас угрожает ладья бьет С4 сейчас угрожает взятие на С1 потом ладья бьет Б5 черные не создают каких-то слишком опасных угроз но заищаться белыми все сложнее и сложнее наиболее упорным был ход ладья С4 его не последовало и после Е6 черные конечно же сейчас проведут Д5 получат проходную которая пока не опасна белым надо будет включать ладью H1 в игру упадет пешка H4 в общем здесь у черных снова прекраснейшая компенсация за всего лишь потерянную пешку мой противник сыграл здесь снова слон С4 но конечно черные не пытаются повторять ходы они ведут ладью на А5 чтобы дать мат хотя можно было уже пойти Е6 и вот в этой позиции черные успевают попасть на Е5 основная угроза Х5 Х2 но есть еще не основная Х4 с угрозой ладья Д2 а если Х3 куда-то отлучится то Х3 отправится на С3 и в общем-то здесь железный друг оценивает позицию белых как абсолютно безнадежно это тоже было бы достойным достойной концовкой в этой партии но я пошел ладья А5 времени мало хочу взять на А4 поставить более примитивный макс он С6 Ферзь Б6 висит пешка Б3 белые ее защищают самым единственным самым естественным способом они ходят Ферзь Д3 конечно им надо было пойти Б4 но у меня большое подозрение что противник хотел реализовать лишнюю пешку рассчитывал все поменять и потихоньку пешки А и Б привести в движение то есть после хода Б4 в этом Мэшкле конечно же слабейшей стороной то есть заезжающейся стороной являются белые у которых король отрезан пешка А4 слаба но и черные сейчас потихонечку Е6 Д5 начнут проводить пешку А4 забирать в крайнем случае пожертвуют качеством А4 если если почувствуют какие-то опасности то но это продолжение было необходимо после первых Д3 железо оценивает позицию белых как проигранную и снова вот он говорит что я пошел ладья С5 Стокфиш говорит что точнее было ладья С8 С9 на слон Б5 ладья А8 связка грозит ладья бьет Б5 и на слон С6 просто удар ладья бьет А4 примерно с тем же матом который последовал в парте в парте было исполна менее точно было сыграно ладья С5 и после слон Б5 белым стоило уйти слон Д5 и черным пришлось бы найти вот такую неожиданную поимку слона угроза ладья бьет А4 вынуждает белых играть в лом Б5 с вариантами такими же как и в парте в парте последовала ладья бьет Б5 нельзя бить ферзем из-за мата то есть никакого ферзя белые не теряют они сейчас мат получат это очевидно ну то есть потеряют не только ферзе так сказать а после АБ ладья А8 и ферзь Ф2 угрожает ферзь Б2 мат угрожает ферзь А2 мат на ладья С3 можно пойти ферзь А2 ферзь А1 взять на С3 и Наш1 остаться с лишней ладьей ну и в общем здесь белые признали поражение партия доставила мне массу удовольствия то есть принесла третье место я сейчас буду готовиться к финалу чемпионата страны но тем не менее видео для вас я тоже буду записывать следующий партию анонсируют появление следующего ролика завтра я расскажу про свою партию с одним из братьев Дрогаловых который встретил из защиты Немцовича ну и помимо знания классического наследия Михаила Моисеевича Ботвинника небольшая работа над давно забытым вариантом принесла свои подвиги на этом пожалуй я сегодня с вами заканчиваю общение спасибо за внимание смотрите следующий ролик до свидания